Северский договор подписали на тот момент султанские власти Турции, но его еще нужно было ратифицировать в Мили-Меджлисе, то есть в турецком парламенте, чего не произошло. Это еще один аргумент к тому, что по этой причине он не мог вступить в силу. Например, мы все заявляем, что если Пашинян подпишет нынешний договор о делимитации и демаркации, это, конечно, создаст большие сложности для Армении. Но еще есть парламент и Конституционный суд. Иными словами, можно еще бороться. Но почему мы заявляем это? Потому что наша Конституция предусматривает это. А что предусматривала Конституция Османской империи? Действительно ли она предусматривала одобрение Мили-Меджлисам? Ясно, что тогдашний Мили-Меджлис в каком-то смысле носил функцию предатка. В то время был не Мили-Меджлис, тогда это был Шурая Девлети. Следовательно, я скажу следующее. Ведь эти люди, которые делают подобные изъявления, должны сначала прочитать Конституцию Османской империи, которая не предусматривала ратификацию Международного договора каким-либо парламентом. Потому что парламент на тот период не имел подобных полномочий. Страна являлась монархией. Был султан-халиф, который был верховным властителем. Исходя из его статуса, он был собственником всей территории Османской империи. То есть, это исключительное явление. Многие путают французского короля с турецким султаном. У короля Франции были феодалы, у которых были свои вассалы. И где было правило, вассал моего вассала не является моим вассалом. Османская империя была не так устроена. Османская империя — это собственность одного человека, одной семьи. И реформированная конституция 1908 года не предусматривала какого-либо одобрения парламентом. И так далее. И так далее. Потому что в других странах, не являвшихся монархиями, ратификация предусматривалась. Но не в случае Турции. Но здесь есть важные обстоятельства. Мехмед VI в Ахиддин, хорошо зная, что будут эти разговоры, и не желая брать ответственность только на себя, 25 июля созвал Совет Сената Ишурая Девлиты. Сделал он это до подписания. Но у сербского договора уже было предварительное подписание. Текст был неизменен, потому что этот документ был представлен и подписан 11 мая. Он мог этого не делать. Но Мехмед VI созвал 72 важных лица страны и поставил перед ними вопрос, подписываем мы или нет. 70 из 72 лиц ответили положительно. Иными словами, этот документ получил одобрение. Международное право не утверждает, что одобрение и ратификация должны быть обязательно после подписания. Можно получить одобрение также до подписания, так как текст заранее подписан, то есть проведена процедура паратификации. Обратите внимание, мы путаем даже в рамках Армении. Мы заявляем, что парламент должен ратифицировать. Наш парламент не имеет полномочий по ратификации. Он уполномочен дать одобрение, ратифицирует президент. То есть это разные процедуры. Короче говоря, Конституция Османской империи данного периода и прецеденты говорили следующее. Любое уполномоченное султаном лицо может действовать от имени государства. И это является для Османской империи полностью законным документом. Так и было. Между прочим, я должен сказать, если бы это было не так, то Лига наций не могла раздавать мандаты на территории Османской империи. Если бы была необходима ратификация или вступление в силу, то не получилось бы. Потому что статья 22 Устава Лиги наций говорит о бывших территориях Османской империи. То есть о тех территориях, от которых она отказалась. А отказалась она по Сербскому договору. А если Сербский договор не имеет силы, значит она не отказывалась. Значит невозможно было раздать мандаты. Сам факт того, что Сирия была передана под мандат Франции, Палестина и Транс-Иордания под мандат Британии, это означает, что и Турция, и мировое сообщество признавали Сербский договор легитимным документом, имеющим юридическую силу. Кстати, должен сказать, что так как Сербский договор подписан сторонами, заключившими данный договор, в Ленской конвенции четко прописано, подобные документы имеют юридическую силу, независимо от ратификации. Вот вам третий аргумент. Так что Сербский договор был полностью вступившим в силу документам. И не случайно, что Турция всегда была активна, требуя от Армении и в московском, и в карском договорах подписи под отказом от требований, потому что они хорошо понимали, что Сербский договор имеет юридическую силу. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Продолжение следует...